здравствуйте с вами снова александр я вам сегодня расскажу о новинке от компании joy эта колясочка для погодок близнецов вообще ей можно пользоваться с трех месяцев и до ориентировочно трех лет ребенка она называется эволайт дуо от компании joy а как вы уже заметили она у нас имеет систему паровозиком я ее так называю никогда два ребенка рядышком сидят друг за другом на мой взгляд вот такая система немножечко упрощает жизнь родителям потому что в колясках где они сидят рядом они широкие и куда-то заехать в какую-то дверь это капец это очень нереально поэтому там есть свои сложности но и плюсы дети рядышком сидят друг другом общаются тут знаете надо понимать где вы будете гулять вот такая система мне кажется универсальнее и вообще это мне кажется первый опыт для компании joy я таких моделей у них не знаю больше для колясок для погодок именно паровозиком у них есть моделька рядышком но именно паровозиком это их первая колясочка вот если изучали вообще уже про коляске наверняка слышали про бренд joy неплохой бренд достаточно хорошо делает нормально использует всегда материалы в принципе в целом все здорово вот кстати фишка этой модельки в том что она при своих вот этих вот размерах она весит всего 11 килограмм это вес обычной книжки прогулки там например от компании бриток это их такой средненький вес поэтому тут для двоих и тот же вес очень классно так давайте теперь будем с вами ее изучать давайте начнем и сверху вниз в двух словах о ручке расскажу ручка здесь стандартная она не регулируется по высоте никак по крайней мере я тут не понял как это делать нельзя это вроде сделать классическая ручка ровная цельная мне что понравилось очень такой мощный хват со нас такая толстая объемная то удобнее так держать прорезиненный материал все стандартно что касается прогулочных модулей сразу скажу про заднюю задний модуль заднюю часть здесь используется фирменная система от компании joy то бишь вы можете возить и новорожденного ребенка здесь в люльке здесь есть для этого специальные крепления фирменные люльки joy джим по моему правильно называется можно сюда устанавливать там у них две люльки вот поэтому тоже здорово имеет такую возможность задний блок он полноценный большой с регулируемой спинкой в широком диапазоне вот на задний блок как раз таки вы сможете трехмесячного ребенка класть на передней не сможете потому что наклона такого в нем нет здесь полноценная поверхность ровненько все отлично вот эта часть здесь можно поднимать ее вот видно хорошо летом где нибудь на юге вы это обязательно оцените можно закрыть все здорово также есть и окошечко посмотреть за ребенком козырек здесь принципе большой учитывая возможности этой конструкции простите вот просто здесь его больше не сделать потому что здесь еще ребеночек спереди сидит поэтому достаточный для такой конструкции ткани как я говорил джо использует нормальные тактильно не раздражают все здорово вот для безопасности здесь у заднего ребеночка есть бампер чтобы посадить ребенка можно его снимать снимать но нельзя жалко откинуть сторону но здесь по-другому видимо конструкторы не смогли придумать поэтому есть такие небольшие ограничения пятиточные ремни без мягких накладок нигде вот принципе обычное классическое место ноги ноги ребенка вот сюда вам видно будет ноги ребенка здесь получается опускаются сюда вниз в багажник но здесь место навалом поэтому и какие-то игрушки и ноги ребенка все поместится в этом плане все здорово сделано ребенок который спереди у него чуть-чуть другое место с другой конструкции регулировки спинки сзади система которая регулирует спинку это ремешки мы их натягиваем и регулируется она а спереди здесь вот нужно с коробки когда вы достаете коляску здесь на кнопочках специально зафиксирован блок чтобы не раскладывалась она вы освобождаете кнопочки эти и соответственно вас появляется возможность наклонять спинку здесь уже используется система рычажком все может чуть-чуть наклонить но вы сами видите наклон небольшой будет большой ребенку который сзади будет неудобно поэтому ребенок который постарше лучше его посадить спереди козырек у него тоже такой же как и сзади вот достаточно самом деле также пятиточные ремни бампер бампер здесь тоже который нельзя откидывать ну ду и вот не балует такими бамперами принципе можно и так обойтись он такой пластиковый твердый все нормально подножечко регулируется тоже также и чтобы ребенок постарше мог залазить есть и подножка спереди на самой раме так теперь давайте посмотрим на багажник багажник здесь давайте с этого ракурса вам будет хорошо видно багажник здоровенный но он такой большой еще и потому что здесь как бы ребеночек свои ножки опускает доступ единственная к нему вот какой то вот получается или отсюда как-то здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть не очень удобный но по крайней мере что-то да сможете сюда спокойно загрузить место много это очень удобно вот сама рама металлическая очень прочная она не вызывает ощущение что с ней знаете что-то не так она хорошая плотная качественно собранная рама поэтому с качеством вопросов здесь никаких нет все здорово давайте теперь проверим какая здесь амортизация здесь есть спереди амортизация передние колеса с возможностью блокировки ровно их для преодоления неровности что касается амортизации сзади дали она прям такая очень хорошая мягкая амортизация но учитывая что здесь будет два ребенка перевозиться вес детей амиду прибавится то она будет еще мягче в этом плане прям здорово колеса здесь у нас не надувные полиуретан не проколите никогда так давайте посмотрим на тормоз тормоз стандартный кнопочку нажали здесь вот ковырять вот это не люблю приходится здесь обычно как часто бывает точнее говоря нажали еще раз нажимаете он должен откинуться здесь этого не происходит нужно ковырнуть и освободить ну как есть так давайте теперь посмотрим на фишечку этой колясочки это было вот отлично как она складывается есть классическая система для joy рычажок и кнопка нажимаем на нее все но мы не забываем что это колясочка вот я кладу соответственно размер коляски для погодок в сложном виде вот такой это небольшой размер здесь коляска для двух детей не забываем поэтому это размер обычной какой-то прогулочной люль с люль коляски с люлькой поэтому я считаю это очень очень недурно придумано и складывается достаточно компактная при весе в 11 килограмм принципе даже хрупкая мама сможет спокойно в машину загружать выгружать мне кажется здесь все отлично раскладывается тоже здорово удобно вот поэтому не знаю я вот принципе все что рассказать хотел рассказал давай теперь двух словах мое мнение я вот не люблю не сильно точнее говоря люблю коляски паралину который рядом сидит ребенок вот имеется ввиду ширину которая коляски для двойни они конечно интересны для детей но они не практичны вот эти решения мне всегда нравились немного больше потому что они удобнее в городских вот реалиях скажем так они практичнее единственный лифт наверно всегда нужен грузовой потому что она длинная но принципе сейчас в современных домах лифты позволяют такую коляску загнать и не в грузовой они нормальные поэтому при покупке подумайте как вы будете эксплуатировать где заезжать лифт не ли все чтобы у вас было как бы пониманием но так целом интересная коляска достаточно качественная качественно сделано придраться особо я не могу все все здорово все удобно в принципе все добавить больше нечего если это видео вам было полезно интересно ставьте лайки подписывайтесь обязательно на канал и большое спасибо первой коляске за то что предоставили нам эту колясочку джой на обзор а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для ваших детей и всего доброго до свидания